Приветствую вас, давайте разберем вашу ситуацию, давайте разберем вашу проблему. Ну, первое что хочу сказать это то, что поскольку отвечаю вам я уже достаточно поздно, вам уже успели ответить мои коллеги, но вот то, вероятно, что-то в моем ответе вы уже слышали, что-то в моем ответе вам уже знакомо, поэтому прошу не судить строго. Также я хочу сказать, что что-то в моем ответе может показаться вам неприятным, а может быть излишне жёстким. Вот, но я надеюсь, что вы также с пониманием к этому относитесь, в том смысле, что это вам на пользу. В первую очередь, вот я могу выделить несколько моментов. Первое, это позиции жертвы, потому что здесь вы ни много ни мало говорите о каких-то заслугах, вы говорите о том, что, чем вы заслужили, вот, ну, такое отношение и так далее. Вот, хотя к заслугам, в общем-то, то, что происходит с человеком вообще никогда не имел никакого отношения, ничего общего не имел. Вот, вот, то есть здесь вы, скажем так, вызываете, да, вы здесь вызываете к некой справедливости, но, в общем-то, не хотите брать на себя ответственность за то, что происходит. С вами ваша жизнь. Вы можете изучить, например, треугольник Карпмана, вот, в интернете это есть, в интернете есть информация по нему, по треугольнику Карпмана. Вот, вы можете изучить и для себя несколько в лучшем аспекте понимать, что именно происходит с вами, да, что именно, как именно с вами происходит. Это первый момент. Второй момент, то, что вы хотите семью и родить, может, ребенка. С точки зрения психологии, подобно связано с тем, и имеет значение тогда, когда человек нуждается в защите, защищенности. То есть вы хотите защищенности, вы хотите защиты. Вы нуждаетесь, почему-то, в этой самой защите. Нужно рассмотреть ваши потребности в семье и в том, чтобы родить ребенка. Нужно научить вас защищать себя саму. И, конечно же, не вкладывать в отношения тех смыслов, которые вы вкладываете сейчас. А именно, необходимость, желание что-то получить для себя. Следующий важный момент заключается в том, что вы пытаетесь угодить. Вы пытаетесь угодить, образно говоря, людям. Вы пытаетесь угодить, образно говоря, в том числе своим близким. Ну, процесс угождания приведет вас только к позиции обесценивания себя самой. Вот. Что, на мой взгляд, вы успешно делаете. То есть вы успешно, достаточно успешно себя обесцениваете. То есть, у вас заниженная цена оценка. Вы постоянно пытаетесь, через тенденцию угождать, вы постоянно пытаетесь получить для себя, вот, может быть, тот элемент, момент любви, который вам не хватает. Следующий важный фактор заключается в том, что мы, психологи, не даем совет. Мы помогаем человеку разнообразно в себе, но советов мы не даем. Это очень важно понимать и адекватно представлять себе направленность специалистов. Следующая важная деталь заключается в том, что вы, судя по описанию, верите в глаза, поршу и так далее. С точки зрения психологии, все это попытка переложить ответственность. То есть, для психологии, как для науки. Такой истории, как сглаз и поршу не существует, такого, ну, такого момента, как сглаз и поршу не существует. И то, что вы чувствуете, на мой взгляд, связано с вашей неуверенностью в себе, связано с ревностью, то есть страхом одиночества, вот, ну и сравниванием себя с другими людьми. Почему ваш муж, и я так понял, сын, хотя с сыном не очень понятно, он относится к вам столь обесцениваюсь, но при этом к людям, которые, как вы говорите, совсем другие, да? То есть те, кто, там, и на деньги обманывали, да, и, в общем-то, ага, алкоголизмом страдают, да? Вот эти люди находятся на более лучшем счету. Связано это, в первую очередь, с тем, что у этих людей, несмотря на ряд недостатков, есть важный момент. Они любят себя, точнее, не то, что даже любят, они принимают себя и защищают свои интересы, которые далеко не всегда связаны напрямую со человеком, да? А у вас этого нет. Вы готовите нам все ради своих близких. Вы растворяете своих близких и, по сути, сами, кроме заботы и опеки, это хорошо, но недостаточно для построения здоровых отношений. Ничего, ничего в них в отношениях не принесет. Из-за этого вас в отношениях как полноценного партнера не видят, потому что все, что вы можете, это опекация. Опека предполагает только одно. К сожалению или к счастью, я не знаю. Желание вырваться из этого. Желание вырваться из-под опеки. Не больше и не меньше. Все, собственно, и происходит. Ваши действия, которые должны как-то вот, ну, быть эффективными, да? Ваши действия, которые должны нести какое-то счастье, да, и так далее. Ваши действия вызывают лишь только негатив, вот, агрессию. И, конечно, вам это не приятно, но связано лишь это с тем только, что человек пытается от вас, как это не парадоксально звучит, защититься. Потому что ваша забота может быть для него, для человека, удушающей. Она может быть неприятной, она может быть некомфортной, она может быть неестественной. Хоть, то есть, подсознавательно, через подобную заботу, вы обесцениваете своих близких. Хоть сейчас вы считаете, что их любите. Откуда обесценивание? Все очень просто. Вы пишете, что с детства мечтали выйти замуж. Об этом я уже частично говорил. Хочу сказать еще, еще раз, что, когда человек с детства хочет семью, то есть, еще не, нет никаких оснований, да, для того, чтобы... семья образовалась, нет реального партнера, нет контекста, что важно для отношений, то есть, контекста отношений нет, а человек уже отношений хочет. Это вот график свидетельствует на том, что люди здесь воспринимаются как средство. Если люди воспринимаются как средство, то это не что иное, как сведение человеческой ценности к такому вот... к фактору полезности, скажем так, не достоинства, а полезности. И то, что делаете вы, это всего лишь навсего продвигает эту позицию. Что люди для вас средства, люди чувствуют, что они для вас средства и ведут себя соответствующими. поскольку вы по-другому не можете воспринимать себя, а себя воспринимаете точно так же, как субъект пользы. Вот, то вы не можете и людей других по-другому воспринимать. Раз так, то вот вы и находитесь в таком зависимом кругу. Выйти из него вы боитесь. Нужно будет тогда по-другому смотреть на себя. Вот. А это страшно. Что остается, собственно говоря, делать? Ну, остается все к себе жалеть. То, что вы и делаете. Вы себя жалеете. С чем связана жалость к себе? Ну, жалость к себе, вообще говоря, связана с тем, что человек запрещает себе, именно запрещает себе проявлять, скажем так, в полном мире любовь к себе. А из-за этого появляется потребность жалости к себе. То есть я себя жалею только-только тогда, когда со мной происходят плохие вещи. Если со мной ничего плохого не происходит, я себя жалеть не могу. Ну, поскольку жалость это любовь, то получается, что я могу себя любить только когда со мной происходит что-то дурное. Соответственно, если я хочу себя любить, то со мной должно происходить что-то обязательно дурное. Поэтому вот вы и выбираете и таких людей, и такое поведение, чтобы с вами происходило что-то дурное. Тогда вы можете себя любить. И, как вы понимаете, начинять нужно с самой сути, с выработки адекватного отношения к себе самому и к окружающим. Вот, с выходом из позиции жертвы, в которой вы сейчас находитесь, с работой с личной ответственностью и личностным ростом для расширения границы ваших целей, которые сейчас вводятся только к тому, чтобы выйти замуж и родить ребенка. Но это же вас, вас лично, никак не характеристирует. То есть получается, что кроме замужества ребенка, читая об других людей, вас не существует, вот к вам и относится как к исключительно зависимому человеку, что на данный момент, к сожалению, очень похоже на правду. Хоть мне и не хочется этого признавать. Так, я думаю, что вы подавляете свои чувства, подавляете свои эмоции вы. И в этом, ну, ничего, опять же, хорошего для вас нет. В том, что вы подавляете свои чувства. Потому что чувства вы можете себе подавлять, как это вы делали и делаете те на постоянной основе. Чувства вы можете себе подавлять. Но, насколько свои чувства вы подавляете, настолько, во-первых, вы неумело взрывообразно их выражаете. Вот, настолько же вы, как бы, деструктивно будете выражать их в, я бы сказал, других местах. Например, например, вот здесь на сайте вы, то, как вы выражаете свои чувства, конечно, весьма и весьма показательно. Да, то есть, тут и некая агрессия есть, тут есть и обиды. Кстати, ваши обиды, то, что причиняет вам боль, это ваш потенциал личностного роста. С одной стороны, это ваши болезненные места, к которым вы не сформировали свое отношение. С другой стороны, это точки перекладывания ответственности на других людей с третьей стороны, что касается обид. И это не проработаны в потребностной сферы в четвертых странах. Вот, то, что я могу вам сказать, отвечая на ваш вопрос, который выдаёт. Самое, что неприятное в этой ситуации, это, пожалуй, то, что, например, снятие квартиры, вами, или вашим мужем, не решит проблему, потому что вы, например, вы останетесь в такой плане, то есть, вы, к счастью или, к сожалению, вы не поменялись. И вся тонкость заключается в том, чтобы ваши действия были направлены именно на изменениях. Все же изменения. Не на побег от реальности, как вы пытаетесь это сделать, когда говорите о смене жилья. Не на побег, а именно на изменения, на реальные изменения. И для этого вам, скорее всего, потребуется помощь, скорее всего, самостоятельно вам с этим справиться будет практически невозможно. Ну, я так, по крайней мере, думаю, что невозможно. Вот. Давайте теперь мы с вами пройдемся по вашему тексту. Еще раз. И разберем некоторые моменты, которые я мог упустить, когда отвечал. Меня зовут Анастасия, и раз за разом это все повторяется. Ну, если что-то повторяется раз за разом, значит, вы сами совершаете раз за разом одно и то же поведение, одни и те же действия. Эти паттерны нужно менять. Все свои слости, плохое настроение, муж – неофициальный брак. Смотрите. Если у вас неофициальный брак, то это не муж, не нужно себя обманывать. Это сожитель. Вы сожительствуете с человеком. Причем, что важно, вы ни на что не имеете браку. То есть, вы сожительствуете с человеком, вы тратите на человека свои силы, вы тратите на человека свои… в свое время, в свои ресурсы, но вы никак не защищены, абсолютно, никак не защищены, поэтому ваша самооценка на низкая самооценка проявляется уже в этом, в том, что вы живете с человеком, который, по сути, вас, ну, ни много ни мало, которые вас не ценят, но проблема заключается в том, что вы сами не цените себя, понимаете? Вы сами не цените себя, вы сами не уважаете себя, потому что позволяет себе сожительствовать в человек, если злость и плохое настроение, мой сожитель, уничтожает на меня. Ну, здесь хочется, знаете, вот такой, наверное, вопрос задать, на мой взгляд, ну, достаточно важный, достаточно важный вопрос. Как получилось так, что человек, ну, вот, изначально помещал на вас свою злость и плохое настроение? Как человек к этому пришел, что называется? Ведь я уверен, что в начале вашего общения, в начале вашего взаимодействия, этого не было, то есть началось это исключительно уже после вашего знакомства, и вы, что важно, скорее всего, человеку это делать портфолиально. Вот. Вопрос к вам. Как ваш муж или вы оба к этому пришли? К тому, что можно на вас вмешать, собственно говоря, вам в обиду, в плохое настроение и так далее. Это очень важный момент. Я крайне, крайне рекомендовал бы вам обращать на него самое пристальное внимание. Потому что уже здесь проявляется ваша проблематика. Всегда находит удобный случай, но найдет, если позволяет у всех жалеть, кроме меня. Ну, смотрите. Здесь вы можете, в принципе, вспомнить по поводу того, что я говорил касаемо жалости, и вам какие-то вещи, я думаю, будут, вами точнее какие-то вещи, я думаю, будут пониматься, пониматься лучше. Ну, вы можете сейчас с легкостью для себя, мне хочется верить, что с легкостью для себя увидеть, что потребность в... В... Внимание! Ой, пожалуйста, простите, потребность, пожалуйста, здесь у вас. Это попытка перевозить ответственность на человека за любовь к себе. То есть формировать любовь к себе сами вы не хотите, заботиться о себе сами вы не хотите, ну, не можете, боитесь, не особо это важно. Вот, важно, что делать дело с мёртвой, скажем так, с точки, с точки не идёт, да? Дело с мёртвой точки не двигается, вот, и ситуация не меняется, и, соответственно, на подробном деле у вас есть. Хотя, вы даже не отдаёте себе, как мне кажется, отсчёт о том, что жалость человека, в общем-то, унижает, жалость человека обесценивает. Что не менее важно, что не менее важно, так это то, что жалость отдаляет людей друг от друга, понимаете? Ну, понимаете ли вы этот момент? Отдаёте ли вы себе отсчёт? Вот. Это большой, конечно, вопрос. Потому что, ну, у меня есть, ну, некоторые, со мне, ну, некоторые, у меня есть, в том, что вы себе в этом отдаёте. Отчёт, да? Дальше. Лишнее слово, сильно боится сказать, меня, скорби, тебя сладь, собираю вещи, это запросто. Но об этом мы уже говорили. Вас мужчина не боится потерять, а зачем? Ведь вы полностью от него зависите. Правда, чей сильно не понял? Господи, человек настолько жесток с сердцем, что даже не понимает, что воспитывает меня только ненависть к нему. Ну, здесь, надо сказать, ситуация довольно-таки неоднозначна. Дело всё в том, что ненависть можете воспитать в себе. Ненависть к себе можете воспитать только вы и никто больше. Не может кто-то другой воспитать ваш ненависть только вы, только самостоятельно. способно это сделать. Ненависть связана с тем, что человек, по сути своей, пытается убрать все аспекты, которые мешают ему обрести гормону. То есть, если что-то человеку не позволяет чувствовать себя гармонично, то человек начинает хотеть это уничтожить. И вот желание уничтожить является ненавистью. Но выбор, это всегда самого человека. Ведь в конце концов, вы и только вы выбирали мужчину. И я думаю, что он вряд ли человек особо сильно поменялся за то время, пока вы вместе. А вы определяете ему претензии за то, каким он был или за то, каким вы позволили ему стать. Опять же, нужно понимать, что претензии-то вы предъявлять можете, вам это никто не запретит. Но результат какой? А результата по факту нет никакого. Кроме того, когда вы говорите про то, что человек жесток в сердце. Ну, нам надо, что это звучит несколько. Я бы сказал... Вопытно, да? Я бы сказал эпатально. Вот. А что такое жестокость сердца? Поясните, пожалуйста. Это первое. Второе. А почему вы, к примеру, нуждаетесь в мягкости? Человек. Что в вас такое, что вы называете в мягкости? Человек. Это тоже достаточно важный момент. Дальше вы об этом немножко напишете, но этого все равно не достаточно для понимания. Я не сделал ничего плохого. Свои ошибки я умею признать. Ну, вам не хватает, я полагаю, уверенности в том, что вы не сделали ничего плохого. Хотя бы по той простой причине, хотя бы по тому простому моменту, что вы говорите это. Я не сделал ничего плохого. То есть вы обрадываетесь уже. Понимаете, какая штука? Если вы обрадываетесь, вот, то вы уже допускаете, что в общем-то виноваты. А этого, в принципе, более чем достаточно для человека, желающего вас обвиниться в чем-то. Что если вы умеете признавать свои ошибки? Это здорово, но роль особо не играет. Важный контекст. Такой вместо того, чтобы просто сказать, что я погрячил, что он меня добивал. Ну, опять же, здесь вы, с одной стороны, требуете от человека быть тем, кем он не является. Вот, скорее всего, скорее всего. С другой стороны, с другой стороны, вы обижаетесь на то, как человек себя, ну, грубо говоря, ведет. Да, то есть вы такое ощущение, что ждете определенные модели поведения от мужчины. А чем эта модель поведения подкреплена, не очень понятно. Вот, ну и вы не принимаете его таким, какой он есть. Нет, но для того, чтобы я считал, что вы должны его принять. Я не считал, но если вы человека не принимаете, то можно говорить о том, что вы его и не любите. У вас одно представление о том, как себя вести у мужчины, например. Другое представление о том, как себя вести. И он ведет себя ровно так, как сам считает нужным. Дальше. Ага, так, он меня добивает. Ну, здесь вы перекладываете. Ответственность говорят, что он добивает, потому что ему самому точно так он сказал. А от чего ему тоже. Такого человека я люблю. Ну, как мы сказали, уже любовь здесь достаточно условна. Вот. Можно ли считать условную любовь любовью, да? Ну, на этот вопрос, я думаю, когда ответит сам сам. Я делал от него аборт и сто раз пожалел об этом. На самом деле, вот здесь, на этой фразе, вполне можно уже заканчивать мой ответ, потому что вы описываете свою главную проблему. Что вы неуважительно относитесь к своим желаниям. Вы неуважительно относитесь к своим решениям. Вы неуважительно относитесь к своим мотивам. К тому, что составляет, собственно говоря, движущую силу ваших действий. То есть, делая аборт от человека, ага, вы сделали свой выбор. Это был ваш выбор. Это было ваше решение. А потом сто раз об этом пожалели, пожалели. То есть, так вы интерпретируете новый опыт, который получаете. Что я имею в виду. Когда вы получаете новый опыт, вы себе оскорите. Требуете, чтобы этот новый опыт вами учитывался ранее. Хотя это по, я надеюсь, понятным причинам невозможно. Как-то вот ранее неизвестный опыт интегрировать в опыт текущий. К счастью или к сожалению. Но вы, вы это делаете. И делаете достаточно хорошо. А потом удивляетесь, почему люди вас не ценят. Почему люди вас не ценят. Ну, относятся к вам вот так, как относятся. Дальше. Это грех мне нести в свою жизнь. Ну, опять же, да, с точки зрения психологии, когда вы говорите про грех, это выглядит, ну, мягко говоря, так, что вы перекладываете ответственность за свои действия. Вот. То есть, ну, если вы, допустим, допустим, считаете грехом, да, те или иные соединения, то, ну, наверное, сделать их... И что, если вы все сделали, то нужно иметь мужество признать свою ответственность за это. Значит, вы этого хотели. Значит, для вас это было актуально, значит, вы так поступили. И, может быть, это не очень хорошо с точки зрения морали, но с точки зрения каждого конкретного человека, все решается в его ситуации. Что здесь нужно сделать? Что здесь важно сделать? Что здесь важно сделать? Это вспомнить, именно вспомнить о тех мотивах, которые у вас были, когда вы, собственно говоря, решали сделать это. Ну, я повторюсь, пока вы будете так относиться к своим мотивам, ситуация не будет для вас чем-то позитивной, к сожалению. Так, как мне быть, что делать? Как быть, чтобы что? Что делать, чтобы что? Видите, с вами даже вопрос. Он задается такой, чтобы в итоге не делать ничего. Чтобы, скорее всего, отринуть то, что вам будет сказано без специалистов. Где я провинилась, что теперь приходится тогда спрашивать? Вот эта вот идея наказания, которая у вас присутствует, она, к сожалению, идет из детства. Это идея наказания. И, соответственно, вам крайне важно с этой идеей поработать, чтобы не мыслить такими категориями, что вы там за что-то наказаны, что вы там за что-то расплачиваетесь, ну и так далее. Да-да. Но сейчас, ага, сейчас, это вот, к моему большому сожалению, то, что вы делаете. Ну, наказание, когда вы себя наказываете, помогает вам в какой-то степени чувствовать определенность и тем самым чувствовать стабильность. И тем самым становясь еще более зависимой от этой самой концепции-концепции наказания. Себя. Я с детства мечтал иметь семью, где есть взаимоуважение, понимание, соответствия друг другу, любовь, бегают дома любимые детишки. Ну, в общем, об этом все, вот подумайте. Подумайте, почему ваши мечты дальше не прошли, почему ваши мечты связаны только лично с другими людьми. Вместо этого все наоборот. От сына моего мужчины поддержки морали никогда не было. Она должна была быть ни с ума поддержать, ни делом. А должен? Ведь я все сделаю, чтобы распознать наши бренды лечить свою болезнь. А для чего вы это делали? Для чего вы это сделали? Такое ощущение, что вы это сделали для того, чтобы потом вот об этом сказать. Ну, если это не так, то мне не очень ясны причины. Ну, сделали, сделали, молодец. А человек вам в ответ, он ничего не должен. Всю энергию отдаю им, переживая за них искренне. Почему они так со мной? Ну, потому что вы себя не любите. Это первое. Второе. А для чего вы всю энергию отдаете им? Опять же, вы растворяете с них. А что они видят в вас? Кого они видят в вас? Непонятно. Получается, что действительно так, что люди ценят хорошие отношения к себе. Люди ценят хорошие отношения к себе, если человек сам хорошо относится к себе. Если человек к себе относится негативно или относится так, как вы, обесценивающие жертвуны, то и люди к нему будут относиться так же. Это нормально. А вот такой человек выбирает соответствующих людей. Дальше. Использует меня, как им удобно. Нет. Это вы позволяете им использовать себя. Ради чего-то. Высшая жена, алкашка, женщина легкого поведения, с которой он привык общаться на этом, не дает покоя. Вы ревнуетесь? Да что? Скинул ему на деньги не один раз. И что к вам, так и к вам. Это какое отношение имеет? И такими людьми, на все равно, скрепились к такими людьми. Ну, вы сравниваете себя с другими людьми. Наводила на меня порчу, смерть, на разрыв на исходной шеи, которую я почувствовал. Слава Богу, вовремя сняли. Ну, здесь я уже свое мнение, как психолог, высказал. Могу только сказать, что вы путаете то, что описываете, с тревожностью. Вы тревожны. Она каждый раз ходит к каким-то бабкам, которые занимаются черной магией. А вы верите в это? Видите, вот здесь попытка убежать в некий такой мир, да? Может быть, мир магии, да? Вот, вы пытаетесь убежать в мир. А потому что, реальный мир вам не нравится, вас не устраивает. С хоккей ранний мир, ну, с этим можно работать. Это приводит к жестокости от людей, которых люблю непривыкшие. У меня, в теме, такая же жестокая. И здесь противоречие. Если у вас мама такая жестокая, то вы, по идее, должны быть привычны к такому отношению. Но нет. С другой стороны, если ваша мама такая же, то вполне себе естественно. вполне себе нормально, что вы будете искать человека и людей, которые относились бы к вам так же. Потому что, простите, с другого отношения вы не знаете. И если вы другого отношения к себе не знаете, то, ну, логично, что вы будете подсознательно искать... Таких людей, которые, ну, вот, так будут к вам относиться. Вот. Значит, это, в принципе, нормальная реакция. Здесь я хочу сказать, что нет ничего необычного. Хотя это не делает, конечно, ситуацию более приятной. Тем более для вас. Ну и, собственно, мама воспитала вас. Вот. Такой модель поведения. Ну, чуть-чуть жалела, жалела и любила, да и сейчас продолжает своего сына. Мне отрадовать его этой истерикой. То я считаю, что должна родная дать часть собственницы. Ее сынушку отнимаешь, брату, родная, обратно, на пять тысяч, чтобы отдавать каждый месяц от сына не давал ни копейки и не дает. Вот. Ну, опять же, здесь обиды у вас, детки. Как мне... А я, как я живу, как с ним строить свою личную жизнь, им всегда было наплевать. Все для вас это значит. Все для вас это значит. Почему вы считаете, что должно быть по-другому? Это сыночек, как я занесу. Второй раз попрашивал, у меня деньги на склад. После отказа сказали, что вообще не надо было тебя рожать. Ну, по факту, здесь получается так, что вы боретесь с тем отношением, к вам. Которые воспитали вас... Ну, ваша мама, я так понял. Я так понял, ваша мама. Вот. Может быть, ваш отец был, но вы говорите только про маму. Вот. И, соответственно, вы пытаетесь бороться с тем, значит, как вас воспитал. Вот такое у меня... Эээ... Такое у меня... Чувство. Лавник. Лавник. Исходя из... Того, что вы... Пишите. Вот. Исходя из... Того, что вы... Пишите. Того, что вы описываете. Вот. То есть, где-то в глубине души... Вы, я так думаю, согласны с мамой и с братом. Вот. Но активно стараетесь бороться. Ну, что можно сказать вот здесь? Третьно говоря. Третьно говоря. Третьно говоря. Получается... Получается не очень хорошо. Дальше. Наши ответственные, если вас не надо было выражать, то вы пытаетесь... Может быть, с одной стороны, доказать, что вы что-то стоите через попытку добиться любви у других людей. А с другой стороны, несете в себе вот эту вот... Эээ... Навязанную вам... Личность. Может быть, никчемность. Эээ... Которой вы... Эээ... Себя подозреваете всю... Всю свою, вероятно, жизнь. Что я могу ошибаться? Вот здесь. Я обязана, что ли, заплатить за сорокалетину на веку? Ну, здесь у вас, опять же, обидно накоплено. Излость. Видит Бог. Всегда помогаю. Плачу по штамм. Только все равно буду плоха. Потому что... А... То, что вы... Плохая. Никак не связана с тем, что вы делаете. Для людей. Люди видят вас. Люди видят вас. Люди видят вас. Такой, как вы себя видите. И такой, какой они хотят вас видеть. Но... Ваши действия, поступки, никак не характеризуют то, как вам будут относиться люди. Ну... В том числе, ваши близкие люди. Поэтому здесь вы попадаете в эту ловушку, потому что... вам... Они... Скорее всего... Говорят, что... Вот... Сделай, сделай. Что-то, то-то. Да? И... Мы будем тебя любить. Любить. Нет. Нет. И еще раз нет. Это так не работает. К сожалению. А может быть так сейчас. Дальше. Ам... Так. Видит Бог, вместо вы. Опять же, видит Бог, это перекладывание ответственности. Я стало так же, это вот еще даже не родила дочку. А зачем вам дочка? То, чтобы вы стали жить, понимают... Так. Ну, нужно менять, аа... Менять себя, менять... Свои отношения к себе и тогда будет гораздо лучше. Пока что вы просто жалуетесь на ситуацию и всё. Вот это делу это не поможет никак. Так что учтите этот момент. Пожалуйста. Идём дальше. Вы пишите в заключении. Вывод у меня один. Что и какая мечта выйти на мою машину ради дочка, только оттанется в мою мечту. Так что вы подумайте почему для вас это мечта. Если вы как-то вот для себя подумайте с чем сформировано, то есть это мечта. Вот. Словы больше ни о чем не мечтают. Вот на это вам нужно обратить своё внимание. Потому что элемент этого достаточно важный. Дальше. Сердце разрывается от несправедливости. Но вот несправедливость, само понятие несправедливости, вера в несправедливость, идея несправедливости, к большому сожалению является источником больших проблем. Потому что предполагается, что некая справедливость должна быть у вас. Некая несправедливость, некая несправедливость точнее не должна быть. Вот. А если она несправедливость присутствует, то это сразу моментально что-то очень плохое. Но на самом деле несправедливость не существует. Но вы ждёте её. Вот. Может быть даже через заслуги перед Богом вы пытаетесь за себя что-то это получить. Ну нет, это так не работает. К сожалению или к счастью не работают. Значит так, это грустные души. Вы как психолог посоветовали. Так, ну это я сказал, я хочу вам ещё. Хочу детишек. Для чего это сказать? Мне разбирать. Я понимаю детские обиды непроработанные. Тащат в свою жизнь. Так давайте начнём с ними работать. Я тут не думать не могла, что буду жить не в своей жизни. Ну по-другому быть не могла. В том-то и дело, что я живу человеком, которого я люблю. Но у меня только одна большая проблема своя места и вовсе нет. Так у вас и для самой себя места тоже нет. Вы наивно полагаете, что мужчина, как это по-вашему, работает, что мужчина из ниоткуда взял свое отношение к вам? Нет. Он, он от них не из ниоткуда взял, он от них взял это отношение от вас и успешно вам его транслировать. Да, это неприятно, это неприятно, безусловно. С этим даже не спорю. Но, тем не менее, человек транслирует вам ровно то отношение, которое у вас есть к себе. Если вы, например, не считаете сами, что вам должно быть уделено место, то вам не будут уделять место. К сожалению. Дальше. А вот уже будет осенью пять лет. Пожениться на мне. Не торопиться. А зачем? Из-за своего прошлого неудачного брака. Сейчас полная изоляция, квартиру снять не получится. Возвращаться к родителям к самому я не хочу. Стою на расходе. Ну, я вам ответил. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи. Удачи вам. И чтобыistать бл�로, так оно, тепло, билет, длитель, длитель bless precio. Интересный. Продолжение следует...